всем привет хочу сказать что в прошлый раз разговор про по гейму нас не задался потому что я никак не проноровлюсь к этому формату когда за одну лекцию надо рассказывать про две совершенно разные темы вот я надеюсь что у нас таких сильных косяков больше не будет когда просто не успеваю ничего толком сказать но посмотрим как там дальше пойдет вот значит у нас сегодня как обычно две темы то есть я постараюсь все таки эту марку держать вот ну я думаю что нам хватит нашего времени на сегодня значит тема про репозиторий как я обещал мы посмотрим что происходит когда комит у нас интерферирует то есть мы ведем параллельную разработку потом мержимся или ребейзим все это неважно и внезапно выясняется что те изменения которые мы наделали в двух разных ветках между собой завязаны по контексту то есть мы делали изменения которые частично происходит в одном и том же контексте это значит что никакой автоматический алгоритм нам не поможет произвести такое слияние ну вот значит что то делать давайте немножко немножко значит вспомним что вообще можно сделать что вообще можно сделать с нашей истории и посмотрим чего дальше с ней творить значит ну у нас тут было много у нас было много уже репозитория с которой мы что-то делали например вот этот в отличный какой-то какой-то древнючий репозиторий в котором мы что-то делаем вот может быть не мы может быть это я делал картинки для практику первым делом давайте освоим git reset ну то есть мы его и так знаем мы просто вспомним его значит смотрите вот у нас есть текущее состояние репозитория вот мы что-то с ним делаем ну допустим ну не знаю там что у нас тут есть ну какая разница вот как то мы поменяли состояние репозитория у нас сейчас статус вот такой да мы можем сейчас это все закомитить вот мы получить в гитлок минус п получить все три изменения одним комитом утверждение номер один ну опять таки делаем скидку на то что у нас есть локальный репозиторий и публичный да и все действия над публичным репозиториям этому такое такое рисковое мероприятие да если вдруг этот обычный репозиторий уже кем-то используется то когда мы переписываем историю там все страдают ну как страдают раздражаются если репозиторий локальный и его от публичного отличают какие-то комиты эти комиты все можно развить вот есть два способа развить комит способ 1 это просто git reset которому вы даете то есть идентификатор комита до которого вы хотите откатить разработку ну допустим лет что при этом происходит ой я сказал хед двоеточие это значит что я сейчас обратите внимание что я откатился на два комита назад на 1 на 2 вот это в общем не очень хорошо бога ради в конце концов и так можно было значит смотрите а кстати как бы нам ответ на вопрос я этот не знаю а все хорошо мы можем перейдем ну да ладно я хотел сказать что не знаю ответ на вопрос как после ресета вернуться обратно это кстати не хорошо надо бы на этот вопрос все таки ответить но я сейчас не отвечу надо по после лекции проверю да так вот мы на репоисе телись и откатились на два комита назад по нашей истории то что это два комита мы видим потому что мы к хэду а хэд это последний комит в том дереве с которым мы работаем к хэду приписали две крышечки означает что это надо шаг назад откатиться что собственно подтверждает наш гид дниф потому что вот это наша наш наше добавление которое мы сделали в последнем комитете а вот это добавление которое мы сделали в предпоследнем вот эта вот строчка джон вот теперь мы можем перекоммитить все обратно так как хотим вот то есть взять закоммитить скажем поскольку у нас git статус говорит что что у есть есть измененные файлы но не 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 стейджет пор камень то есть не отмеченный для комит и мы можем искомить по отдельности до допустим вот так вот вас да потом вот так вот что там у нас уныем и потом вот так вот вот и вместо двух коммитов которые вносили одно изменение в вот сюда а потом еще три изменения в три файла мы превратили то в три коммита каждый по файлу вот холл вот календарь и вот значит как мы это сделали мы откатили ветку дом а кстати ветка newist у нас хранит правильный правильный ну вот смотрите человек который знает гид под ником ruro даже выдает вот такой совет прекрасный что можно сделать get reset определенную определенный хитрый синток синтоксиса вот с этим синтоксом я разберусь и в следующий раз тогда расскажу подробнее спасибо большое будет меньше мне искать вот значит так вот мы превратили превратили два коммита который сначала меня один файл потом все три в комит который меняет сначала один файл потом другой потом то есть если мы внесли какое-то изменение которое нас вообще не интересует так получилось то есть мы впали в бессознанку и не просто внесли изменения куда-то а еще и закомитили или давайте даже не так вот закомитили удаление файла календарь вот ты дышь то такой комит который нам не нравится совсем можно отменить с помощью reset минус hard шмяк что при этом происходит при этом происходит reset но в случае обычного ресета ваша рабочая копия не обновляется как если бы те изменения которые вы сделали вы сделали только что они в результате тех комит которые вы пересетите а в случае reset минус минус hard вы еще и переставляетесь на ту рабочую копию которая соответствует данному комит в этом месте вы абсолютно и полностью откатываете ваши репозитории да и вашу рабочую копию до состояния ну не репозиторий ветку вашу ветку и вашу рабочую копию до состояния которое было перед этими самыми комитами и вот без совета который нам дает ruro относительно хэд там троллевали восстановление того чего было невозможно как правило git reset минус минус hard нужен когда вы хотите полностью отказаться от комита а git reset когда вы хотите перекоммитить по-человечески в частности можно попробовать ну тут нельзя а давайте мы это самое ху вот давайте мы замедим сюда еще один камень вот вот обратите внимание что у нас приехала в за один комит в результате я как видите воспользовался аминдом вот я не помню говорил ли я лекции на лекции про амин должен был говорить аминд это переписывание последнего комита вот довольно частая ситуация вы что-то за комит или обнаружили кривой комит место счет за комит или заметили что не до комит или что-то еще короче говоря когда вы работаете на вершине вашей вашего дерева простейшая операция по быстренькую быстренькую переребей за самим собой вот то есть откат и накат комита это комит минус минусами так вот я замедил последний комит и теперь у нас он состоит из двух частей прав к началу файл прав конца файла обратите внимание два различных контекста пока указаны вот ну вот вот в принципе мы можем взять и перекомитить этот комит разделив его на 2 то есть файл 1 до исправлен а мы хотим разделить его на 2 кто-то кажется все тот же руров на прошлой лекции уже говорил про гид от минус п вот именно этим мы сейчас и займемся так во первых от комит им назад этот комит теперь у нас див показывает что у нас есть модифицированный файл вот в котором два исправления в начале и в конце если сейчас сказать гид от минус п он нам будет показывать по очереди все вот эти ханки то есть все исправления которые деланы с файлом и говорим и спрашивать к сожалению мой любимый синий цвет который не виден вообще надо перекрасить вот он да вот так виднее так вот он спрашивает вот этот ханк вставлять в комит или не вставлять ну допустим я хочу сначала не этот этот скажем ноу а вот скажем ест сначала примите этот комит а потом то вернее ханк что при этом происходит при этом происходит довольно забавная штука у нас файл ху одновременно находится в состоянии стенджит и в состоянии но стоит почему потому что вот этот ханк мы сейчас запихаем в комит а вот этот ханк нет собственно распилили наш наш комит на два различных патча но еще не распилили распиливаем на два различных патча вот этот будет первым а вот этот будет вторым ну давайте гид комит опс я тормоз 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 я сказал минус а и у меня вот эта штука тоже припилилась дубль 2 этот не хотим этот хотим минус а убираем чтобы закомитилась только то что что застрелилась вот сюда вот остается еще второе изменение вот тут можно сказать минус а уже потому что она у нас не застричен пускай автоматически автоматом вот и вот мы распилили наш комит на две части потому что они отличаются по контексту и все вроде как хорошо вот есть еще перл скрипт который входят в каждом дистрибутивах семейства alt вам пакет перл гид который называется гид комит минус минус интерактив он такой развесистый развесистый он вам показывает менюшку говорит что сделать какие файлы добавить какие не добавить какие вот в общем самый такой вот разнообразненький я даже не буду про него рассказывать освоите сами делают он примерно то же самое но в более такой интерактивной манере и также видите он умеет всякие отдейты делать можно посмотреть статус не выходя из вот этого процесса формирования комита из кусочков ханков вот ну в общем удобная штука это что касаемо ситуации когда мы добавляем ханки по кусочкам понятное дело что ханки по кусочкам это явное следование принципу одно изменение один комит в особенности если это действительно так что не обязательно пилить все 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 ваши а комиты на маленькие 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 части каждый из которых комит отдельно понятное дело что одно изменение один комит изменение может вполне себе представлять собой патч сразу на много файлов а вовсе не на один ну вот у нас в этой данной задачи было так как если бы мы решили что это два разных изменений теперь немножко поговорим про слово патч который несколько раз тут уже упоминал вот еще там буквально несколько лет назад а может быть и до сих пор у людей далеких от вот этой части айти слова патч ассоциировался ассоциировалась такими знаете бинарниками которые ты скачиваешь запускаешь и в результате у тебя значит в твоей игрушке а вместо монстров начинают бегать полугулые девицы вот этот патч вот правда сейчас откажется называется модно неважно так вот нет да в девелтменте процессе разработки приложений словом патч называется совершенно конкретная штука которая вообще говоря порождается тоже совершенно конкретными штуками сейчас покажу значит во первых у нас есть утилиты команды гидив который показывает разницу на самом деле команда гидив наследует гораздо более древней традиционной команде который называется просто див который есть практически все везде у всех вот смысле во всех линукс как минимум да ну и соответственно в окружении разработчика который собственно занимается тем что сравнивает два файла и значит давайте мы отдельно где нибудь это отдельных денег я вот пролистрирую ну допустим хотя можно и здесь сравнивать два файла показывает их различие ну давайте сделаем наш любимый календарь вот они сейчас совершенно одинаковые вот если бы они были разные цены цены бы сказал чем они отличаются давайте по файлу 2 отредактировать я давай сделаем так чтобы было виднее так вот виднее знаете что не так давайте извините давайте мы сделаем побольше и о 2 отредактировать зачем сделать побольше чтобы было все нормально с контекстом вот дайте здесь напишем абрель это к не помню он через были у через веке скажешь через вот здесь напишем что-то типа среда вот есть два файла цепы теперь будет ругаться будет говорить что в одиннадцатой строке они начинают отличаться друг от друга вот в 671 байте а команды дев покажет более подробно как именно они отличаются вот смотрите и это такая предполагаемое описание того как в чем состоит различие различие состоит в ченч то есть две строчки поменены 11 12 строка изменены и превращаются в одиннадцатую двенадцатую же строку вот и вам показано в одном файле 11 12 строка и в другом вот эти различия которые здесь вообще никак не выделены но тут вот если мы проделаем чуть больше извращений над нашими файлами ну например сюда вставим еще что-нибудь вот такое вот отсюда чуть удалим давайте удалим вот это то див все это заметит и скажет смотрите вот у нас 11 12 строка в новом файле превращается в одиннадцатую 13 это старый файл это новый файл а 21 строка просто удаляется d в дом фалию нет ну и соответственно если мы добавим что-нибудь давайте уж до конца доведем это до вещь ой много надо было 60 сказать давайте скажем 60 60 и равно тысяч мало но неважно значит да то у нас пока вот пожалуйста от change от делит это три основных операции которые можно нужно проделать между файлами которые в таком виде это не очень удобный способ сравнения сразу скажу гиддив показывает гораздо красивше кстати так наверное он не захочет делать так наверное не захочет делать да ему нужны только объекты гиддив сравнивать с объектами в репозиторе а мы еще их никуда не добавим вот див в принципе может показывать довольно интересно вот это див минус е это команды строковому редактору ед как первый файл превратить во второй там написано добавить 26 строку вот это закончить удалить 21 строку а строки с 11 по 12 заменить на вот эти три и закончить замену такая вот прям последовательная команда последовательный набор команд для редактора ед который превращает в 1 в 2 вот но это тоже неудобно наиболее удобный наиболее удобный вариант дефа это unified див и еще бывает контекст див кажется но я им так давно не пользовался пользовался уже тысячу лет как пользуюсь не файл дефон что я даже забыл как называется соответствующий ключ ха 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 ну ладно значит тогда и не вспомнил вот что делать unified див обратите внимание знакомые нам картин кто-то не раскрашены unified див строит не просто последовательность действий которые нужно проделать над первым файл чтобы получить второй а еще и в обрамлении контекста внутри которого все происходит вот например у нас в первом файле была строчка 8 во втором файле у нас была строчка а нет это 8 начиная с 8 строки и вот во втором файле строк становится плюс еще 1 9 вот и вот что с ним надо сделать удалить вот эти две вставить вот эти три такая же картина здесь начиная с 18 строки в первом файле начиная с 19 строки во втором что нужно сделать удалить вот эту строку зато вставить вот это давайте в общем при этом количество строк не меняется потому что вот это удалили а вот эту ставлю поэтому и тут их 12 и тут их 12 вот здесь был 8 стала 9 потому что мы одну лишнюю строку добавили а здесь был достал для нас потому что вот 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 это утилита гиф утилита гиф на самом деле имеет парную к себе утилит который называется патч который умеет работать с разными форматами но в первую счастью не fight можем взять вот так вот о . патч вот и сейчас у нас в этом патчем давайте посмотрим он даже видите раскрашен в правильный в правильный цвет в этот о . punch это как раз информация о том как и в каком контексте отличается файл 1 от файла 2 вот и это и есть тот самый патч о котором я я говорил в начале для того чтобы этот патч превратил с помощью этого патча превратить файл 1 файл от ничего ничего сложного нету ну давайте мы сделаем так у 1 вот 3 по 3 и о патч а нет не так cp о 2 вот а да все правильно смотрите у нас по 1 и 3 это одно и то же а 1 и 2 это не одно и то же да совершенно справедливо андрей андрей спрашивает что вот эти опции минус ей минус у предназначены для редактора ед и для утилиты патч который еще не показал вот и да действительно утиле редактор ед он это просто редактор и фактически div нам порождает ед скрипт который за счет редактора выполняет и в нем его можно менять там что-то делать редактировать а патч он конечно не интерактивного просто жует вот этот самый патч файл и применять сейчас мы это и сделаем патч какой там значит меньше по . обратите внимание что я не указываю здесь имя файла имя файла будет взято из файла о . патч потому что она тут написано мы говорим файл о 1 будет превращен в файл о 2 то есть название останется один вот а содержимое будет какого 2 и действительно а старенький файл мы заперли забыкапали в 3 вот вот собственно простейшие знания о том какие нужны капабилит чтобы уметь патчить файлы с помощью вот этой штуки вот но есть некоторые интересные подробности интересные подробности номер один патч патч умеет применяться к файлу неравному файлу 1 в случае если найден контекст но в другом месте давайте попробуем смотрите вернем на место до отредактируем файл о 3 то 1 ну например вот сюда добавим теперь файл о 1 не равен файлу о 3 и наш патч будет применяться на самом деле не к 8 строке как хотелось бы а к сейчас скажу какой а к 16 у них 16 да там вот к 13 начиная с 13 строки контекст начинается в 13 строки не 8 почему потому что я вставил еще пять строк в начало вот тем не менее тем не менее патч применится и нам даже скажут что он немножко переехал давайте попробуем еще раз я там у обратите внимание что произошло он отпачил файл один но поскольку контекст переехал он сказал так ребят смотрите отлично 1 1 ханг применился вот но не на 8 строчки на 13 и 2 ханг применился но не на не надо не на соответственно 19 строчки она 24 а так все хорошо все в шоколаде вот ну давайте посмотрим чем они теперь отличаются вим ну или div 1 на 2 вот видите у 1 2 теперь отличаются только тем самым началом то есть измененным контекстом который был изменен тем изменения которые были в начале патч можно накладывать на файл который отредактирован дальше и в этом как раз смысл нашего правила одно изменение 1 комит мы можем изменения над одним и тем же файлом производить даже если некоторая информация о контексте изменилась например контекст слегка переехал в другую сторону это вещь несколько опасная например если у вас в качестве контекста выпуска выступают пустые строки могут раз много пустых строк или какие-то комментарии значит типа вот рекомендую поливы там решетка звездочка какая то такой контекст не очень хорошего можно найти где угодно в вашей программе внезапно там запачить самый первый попавшийся а вот это что касается тут родион спрашивает про гитре флок я про гитре флок рассказывать не буду просто потому что я посмотрю чуть такой на сейчас не буду рассказать вот а это родион спрашивает видимо у уру ну наверное да наверное да потому что нам нужно нам нужно историю просматривать прежде чем это был вопрос про то как после ресета восстанавливать восстанавливать предыдущее исходное состояние ну в общем про это поговорим следующий раз вот значит патча и так мы взяли и применили патч к файлу который вообще говоря отличался от того который был дальше больше сейчас мы не просто поменяем контекст нет не просто сдвинем контекст мы его еще и поменяем немножко давайте попробуем значит еще раз возвращаемся на место отредактируем этот наш у один сейчас вот смотрите вот есть контекст начиная с 8 строки в которой в котором и в которой должно быть вот это что будет если я вместо 18 напишу сюда ну не знаю там думаем применится ли вот этот патч с вот таким контекстом к вот этому файлу вопрос интересный применился потому что патч посчитал что отличие в контексте незначительная тяжесть фаз размытость контекста равна единице окей а если мы много на хулиганим какая была строка я забыл 8 по моему до 8 строка вот сильно на хулиганили поменяли целую строку да здесь в контексте написано 18 19 20 а здесь написано вот такая фигня апачу все равно говорится у вас одна строка изменилась оставшиеся 3 плюс 3 туда 5 не изменились у вас контекст хороший годы применил все все нормально применилось но фас какой-то там надо еще минус в какой чтобы чтобы до конца красиво написано написать почему смысл но давайте попробуем последнюю последние усилия и окончательно исполняем контекст вот ну допустим что мы поменяли вот это и вот это фаз 2 он все еще узнает то место куда надо применять но если мы испоганим не контекст а непосредственно область применения то есть вот тут что-нибудь напишем все к такому месту пальчик уже не применится совсем то есть он скажет ребята вы собираетесь запачить строчку которой в вашем файле просто нету мы не будем это делать мы один ханг применились пожалуйста а второй ханг не применили вот он вот тут был написано апрель а у вас там написано какая-то фигня в вашем файле так что извините патчить мы это не будем а значит до свидания мало того после неудачного применения патча образуются backup файлы исходный тот который мы патчили результат частичного применения ханка в патче и тот кусочек патча который мы переживали вот и с этим всем безобразием надо потом вручную разбираться чтобы было а дополнительно хочу сказать сейчас давайте цепляем обратно до див минус у 1 у 2 вот она да в принципе вы можете использовать другие средства сравнения вот например вим див как работает видите он еще и раскрашивает давайте гривен див скажем о он еще и раскрашивает там что отличается причем если вы приглядитесь там прямо он показывает что вот вот видите это просто мят как так раскраска устроена он показывает что в этой строчке есть ровно одно отличие в строке вот то чего не умеет обычный див находить отличие в строке то есть вим питон с дифлибом они более хитрые кстати интересно интересно не умеет не умеет жалко а может быть я хотел запустить какую-нибудь какую питонскую утилиту а может она все-таки есть дать поищу интересно же командная строка же есть у меня есть командная строка а она есть скриптах где-то скрипт с диппы интересно если у меня такая может не стоять просто нету ну ладно нету так нету короче говоря хотел хотел сказать что в питоне есть тоже утилит который набор модуль который занимается дифом и он более хитрый у него есть всякие хитрые штуки связанные с различными внутри строки а не только различными строк возвращаясь к нашему тексту чего умеет гид в этом смысле гид умеет например взять давайте мы сейчас уберем все эти о вот из форм и превратить превратить вам патчи те действия которые мы делали при коммите давайте вид формат патч дэдэй что сейчас произошло гид сформировал три патча каждый из которых содержал все ханки которые происходили все изменения которые за соответствующий комит происходили назвал их вот так вот как видите это просто первые строки комит месседжей начиная с того который мы взяли первым три шага назад вот если посмотреть внутри такого файла вы увидите что он очень похож на на тот див который который мы с вами делали за исключением того что используется воображаемый утилита div минус минус гид кстати в многих дистрибутивах его сделали div минус минус гид именно чтобы вот так работало вот у нас кажется еще нет потому что там есть некоторая нерешенные проблемы в той же fedora например просто их не стали решать div минус 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 гид работает почти как гид но не совсем а мы хотим чтобы дефицит минус гид работал как обратить внимание на то что сформировался прям настоящий патч давайте посмотрим все остальные да вот вот настоящий патч в котором все как у людей за исключением того что помимо помимо патча в формате div минус у unified тут куча всякой дополнительной информации например указан комит указан комит месседж указан автор комита указано время которое будет зафиксировано вот это какая-то статистика поэтому комит и сам div имеет чуть более хитрую структуру например у него есть история то есть какой комит какому не так какой объект из какого объекта какой получается помните в прошлый раз мы смотрели на это да то есть в дереве какой объект получился из какого вот и что пожалуй самое важное вот для текущей темы наш файл считается лежащим старый в каталоге а она в каталоге бы то есть если мы захотим сейчас запатчить просто тупо запатчить соответствующий файл у нас ничего не получится давайте попробуем давайте во первых подвинем потому что эти файлы они же никуда не закомичены да пускай валюется в тмп да да теперь давайте забран чем вот и в принципе можно попробовать взять и запатчить эти файлы прямо с помощью утилиты патч сказать вода патч он делал и запатчил я сказал что не получится ведь уже оказывается получается он взял сожрал сажал вот этого и запатчил файл уны ну ладно вот обратите внимание на то что получилось в результате в результате я сделал примерно то же что мы делали в начале я откатился назад и получил все те изменения которые я проделал но не путем не с помощью гида с помощью утилиты патч все то же самое вот я могу получить вызвав кажется утилиту гитаплай давайте посмотрим вот многие табло это просто такой патч а вот гитарем это утилита которая не просто накладывает патча превращает его в комит смотрите гитарем сейчас группе статус да это наша наша репозитория без без изменений гид еще раз гитаплай это то же самое что патч с одним важным исключением про который чуть позже а гитарем это не просто наложение патча а наложение опис описанного вот здесь комита все патчи комит месяц комит автор что еще в время этого комита а это кат я хотел гитарем сказать вот пожалуйста два других комита это два других комита описанных в виде патча тоже наложил при этом обратите внимание что восстановился комит месседжи вот восстановили времена комитов все восстановилось за исключением разумеется за исключением комит айди понятное дело что где-то слева полученные какие-то патчи это совершенно другие комиты абсолютно другие комиты неравны тем которым были ведь у нас теперь есть ветка ол и ветка мастер которые друг от друга не отличаются ничем но по объектам из которых они состоят они совершенно разные это разные разные ветки друг с другом никак не связан ну короче вот я даже сильно подозреваю давайте попробуем если попробовать их померзать а нет рекурсивная стратегия отлично отлично помогла нам поскольку поскольку они мерзутся обратите внимание что каким-то волшебным образом у нас теперь в истории есть и эти пачки смотрите к вопросу о том когда надо межится когда на 3 базе сейчас мер привел к очень запутанной истории видите да это был ужас почему так произошло так произошло давайте давайте переключимся на мастер все таки это с глаз долой удалим так произошло потому что потому что мы фактически не пользовались гитом как деревом контроля как деревом разработки а просто подбирали черепикали черепикали патчи из какого-то другого места да вот эти патчи они просто лежали где-то там черепик это такая утилита который позволяет взять вообще произвольный комит например из другой ветки например там с какую-то иного места и переналожить его прямо в нашу ветку не думая о том что это один и тот же комит другой комит ну в общем переналожить обещанная подробность которая состоит в том что гид как утилита для патча не умеет фазе вообще то есть если у вас разъезжается хотя бы чуть-чуть контексты гид не будет применять соответствующий комит а будет заставлять вас его переделать руками и это правильно потому что когда вы накладываете патчи вы долго думаете над тем чтобы эти патчи наложить вы смотрите глазками правильно ли он наложился и так дальше а когда вы работаете с гитом вот это вот перевоспроизведение тех изменений которые сделаны в комитете делается на автомате тысячами в реал в реал лайфе сотнями тысяч короче говоря не дай бог еще какую-то слабинку дать и разрешить гид гиду накладывать фузе изменения фазе изменений вы свой код не узнаете работать он разумеется тоже не будет после там первого же между а вот поэтому гид не умеет фазе вот и всякие разъезды в контекстах заставляет редактировать руками и это следующий пункт нашей программы предположим мы хотим ну что там самый простой способ меж или ребэйс давайте ребэйс он проще мы хотим приблизить два коммита которые друг с другом интерферирует при этом используется логика которая реализована старый тоже очень утилит и называемый div 3 что такое div 3 div 3 это утилита который сравнивает три файла они два казалось бы ну какая разница 3 они 23 зачем сравнивать три файла 2 понятно вот файл вот изменения зачем сравнивать 3 а вот три файла сравнивается ровно для того чтобы определить ситуацию интерференции изменений проделаны в двух различных ветках разработки обратите внимание на параметры мой файл это мой файл который я поизменял your файл это вот твой файл который ты поизменял и old файл это наш общий предок который у нас был одинаковый соответственно здесь содержится изменение сделанные мной здесь содержится изменение сделанные тобой здесь содержится файл из которого мы это делали результат это собственно кто что сделал ну давайте проверим давайте опять-таки сейчас безо всякого гитаде в 3 сделаем тут все тот же call ну допустим простой да у 1 по 2 изменения сделанные мной у 1 это вот вот такие так маловато будет давайте минус y как обычно минус y 1 по 2 изменения сделанные мной это вот такие да вот изменения сделанные не мной это вот такие да что ж такой-то нажимаю escape вот единственное что мы забыли еще старый файл общий предок то общий предок о 0 вот что мы видим значит изменение сделанный мной минус у 0 по 1 изменения сделанные другой стороны да контекст я специально сделал так чтобы контекст у них был не общий вот див 3 чтобы иди в 3 мой файл старый файл смысле общий файл их файл мой файл 1 0 старый файл их не файл о 2 смотрите что он говорит в первом файле вот такие ченджи в третьем файле вот такие ченджи выглядело страшно видимо надо сказать ему минус а я забыл нет минус а все тоже хорошо я не казалось что вводит правильный формат но если не выводит ну так сейчас поглядим ну видимо видимо нет видимо а вот он помежился да вот он помежился всем хорошо да вот значит как видите есть много разных форматов минус этот самый обычно в обычных случаях указано как именно происходили изменения ключик минус м показывает сводный файл в котором никаких проблем нету вот но в нем проблем нету почему потому что у нас контексты не совпадают вот если я сейчас сделать исправление совпадающим контекстом сейчас вот здесь вот например в один тоже исправлю контекст до в этом случае файл помежиться не должны потому что смотрите давайте сделаем сначала вот так вот да один и тот же контекст видите здесь понятно просто добавление а вот здесь вот одна и та же двадцатая строка строка в первом файле она вот такая в старом файле на вот секая а в новом файле она вот такая при попытке это помежить мы получаем вот такую картину первое изменение вот это было применено потому что мы поменяли строчку и поменяли а вот эти два изменения сделаны в одном том же файле в одном и том же контексте применить нельзя это мой файл это старый файл это новый файл получается такая фиговина размечены вот такими красивыми скобочками вот которую собственно нужно руками редактировать вот и до изобретения гита примерно так и происходило до изобретения с контакт без использования систем контроля версии примерно так и происходило слияние веток разработки окей что происходит случае гитар очень похожая штука кстати ну давайте сделаем как обычно даже есть большой файл файл лист вот мастер но у нее тут кого не 2 да вот возьмем и в этом файле удалим парочку строчек или не удалим поменяем вот здесь вот вот здесь вот поменяем на что-нибудь анкновным дышь возьмем и поменяем в контексте рядом рядом вот как вы думаете при попытке померить или приблизить вот такую ерунду она сработает или нет я не знаю может быть сработает давайте попробуем так у нас брать какой мастер гитаре бейс мю 2 отлично сработало эти изменения эти изменения хотя и касались одного и того же контекста вот отлично друг поверх друга накатились так сработал искусственный мозг гитара который выяснил что в действительности эти правки друг на друга не влияют хорошо давайте сделаем такие правки которые друг на друга влияют что мы сделали мы приблизили не 2 и мастер то так ща как это правильно сделать вот сюда вот надо перекатить перед и перекатиться вот сюда что при этом произошло что при этом произошло что при этом произошло ветка нью 2 осталось осталось существовать и там будет наше изменение которое отклон текст а ветка мастер откатилась на ситуацию перед этим и сейчас мы сделаем такое изменение которое в принципе наш гид не в состоянии будет не в состоянии будет проживать и будет вынуждена обратиться к нам за помощью это был слог но это неважно да о слушайте я мне кажется она опять сработает мне кажется она опять сработает нет слава богу что сейчас произошло поскольку мы хотим внести изменения в один и тот же файл в одном и том же месте в одном и том же контексте вместо того чтобы их как-то слить гид сказал так ребята вы прямо одно и то же место правили давайте руками давайте руками оба на узнаете картинку что нам говорит что у нас сейчас лежит в файле файл лист файле файлы прямо в нюм обратите внимание да в рабочей копии недомерженного файла лежит текст в котором все разъехавшиеся ханки помечены вот такими скобочками мира вот значит что что это означает вот это у нас наш хэд то есть те изменения которые сделали мы они вот это те изменения которые сделаны они они написано где вот в этом коммете коммит месседж вот такой при попытке объединить приблизить поверх наших изменений те изменения которые были сделаны в этом коммете мы получили конфликт размеченный вот таким красивым способом для того чтобы этот конфликт пофиксить нам нужно выбрать либо то либо другое и сказать окей вот после ребейза должно остаться вот так и в нашем тексте не должно не остаться ни одной вот этой вот такой скобочки сякой скобочки или вот этих самых длинных равенств пофиксили что теперь надо делать надо сказать продолжай ребейзить дорогая продолжай ребейзить дорогая а мы сначала должны закоммитить get add get status давайте посмотрим да 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 мы пофиксили коммит вот он говорит ну чё чё вы его пофиксили это будет другой коммит да то есть это будет не тот коммит который был у вас не тот коммит который был у них а какой-то объединенный результат вашего фикса это информация о том что тут происходило что мы зачерепикали коммит под названием кноун текст вернее с коммитом кноун текст с таким идентификатором вот и вот такие изменения в нём были ну коммит мест мы переписывать не будем всё successfully ребейзить наш ребейзить закончился то есть мы разрешили коммит поударяли все все лишний мусор который туда а div3 style был записан да добавили его в качестве гитар добавили его в качестве разрешенного сказали всё ребейз дальше если у нас очень длинная пачка вот таких ситуаций пофиксить конфликты при ребейзе возникает много мы совсем не успеваем поговорить про тк интер ну и ладно сколько успеем столько и поговорим вот вот но это ещё не всё значит запустили ребейз или мерш мерш работает абсолютно так же просто мерш там еще мерш комит формируется в конце запустили ребейз или мерш наткнулись в процессе на конфликты вот вот он не накладывается соответствующий патч на происходящее поправили ручками добавили добавили нашу правку в качестве решения вопроса удалили оттуда весь мусор в виде скобочек и сказали ребейз дальше такая картина но как я уже говорил это простой случай и в нём легко разобраться сложных случаев мы сейчас генерить не будем но инструмент для сложных случаев я покажу значит сейчас покажу этот инструмент давайте мы ещё раз что-нибудь похакаем у нас есть все тот же new 2 и все тот же мастер да очень хорошо повторить упражнение повторим упражнение ой я не на той ветке что ли а они одинаковые там был анкнул ну хорошо сейчас вот я на ветке мар я комит месседж или не отредактировал а вот вот я на ветке мастер у меня один комит я на ветке new 2 у меня другой комит они отличаются комит и накладываться не будут давайте ради интереса сделаем мер меж меж с кем межить видимость new 2 та же самая история попытались мы замерзиться с веткой new 2 нифига не получилось потому что файл файл лист у нас поправлю в двух местах вот он вот он вот он вот 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 он вот этот файл вот вот это место как я уже говорил если это реальный код то там может довольно развесистая и разнообразной получится картина поэтому для такого для разрешения этих конфликтов используется специальная штука которая называется мер штул у мер штулов разных бывает много у меня по умолчанию запускается гвимдив и этот гвимдив это некоторое адище с которым надо еще суметь разобраться а это лим вот вот это файл лист локал это мои локальные изменения которые сделал я то что называется май файл вот это файл лист ремонт это файл которые изменения которые сделали у них вот это файл лист бейс это общий предок двух коммитов в котором контекст был вот такой то есть я вписал в нон текст они вписали а но он а было вот так и вот это наконец результирующий файл в котором в div3 формате описано что было раньше что стало потом ну а дальше решай сам вот такой инструмент страшный в котором надо научиться еще ориентироваться боже какой шрифт ужасный вот в котором надо еще научиться ориентироваться но он по крайней мере после того как вы разберетесь где что достаточно аккуратен да старые мои изменения старый файл их изменения что не получилось смешать ну давайте вот что я делаю я говорю в смежном файле будет вот такое содержимое которое как выяснилось соответствует вон тому все теперь мы все записываем считаем что у нас все что нужно сделано вот этот ориг файл это то что было изначально мы его не трогаем и говорил git merge минус минус continue все у нас формируется merge commit получается получается вот такая штука вот при этом в тот момент когда мы вот это мержили обратите внимание нам пришлось поредактировать файл который назывался который назывался этот самый файл лист вот он ну в общем пришлось предактировать вот у меня по умолчанию запустился гримдив но бывает еще каде в 3 интересно почему гид конфиг между кори нет непонятно почему он мне не предложил выбрать правильный мед штул есть просто еще другой который называется каде в 3 вот но в общем без разницы вот есть вот такая штука которая называется каде в 3 который примерно то же самое тем что там занимается вот и люди ее любят вот есть диффьюз ну в общем смотрите в полоне лекций там вот гримдив значит я пользуюсь и гримдивом вполне нормально зашло вот у нас осталось 15 минут на тк интер естественно все мы не успеем ну и ладно главное что тк интер это наша вечная тема поэтому в отличие от апгейма про который кстати сказал кстати сказать я потихонечку пилю маленький такой учебничек вот если вы заглянете в конспект прошлой лекции вы увидите ссылку на гид репозиторий в котором я потихонечку пилю вот те самые шарики вот при этом есть некоторое описание того как работает логика этой игры да и довольно аккуратное на мой взгляд довольно аккуратное разделение на коммиты с описанием того что при каждом коммите происходило видите вот вот эта штука еще не закончена вот следите за прогрессом если вдруг окажется у нас будет какой-то слот в наших лекциях про пигейм еще в смысле вообще какой-то свободный да то я туда вставлю более нормальный рассказ про пигейм и вот вот ну в общем а пока что вот подглядывайте сюда смотрите в титуриалы пигеймовский все а мы возвращаемся к ткоинтеру потому что ну хотя бы хотя бы его можно да значит что мы знаем про ткоинтер что никакой автоматики да что единственная автоматика которая работает это при определении размеров и позиции виджетов которые мы специальным образом положили сейчас мы про это поговорим вот а так надо виджет завести ему указать место где он лежит специальные специальные команды обращаясь к специальному геометрии менеджеру вот что все виджеты лежат внутри других виджетов и даже при самом старте запускается окошечко рутовое так называемое вот оно обычно как делается если мы сейчас сделаем фрейм ну скажем ткинтер т т т т т т т фрейм а бывает еще лейбл фрейм во лейбл фрейм значит родительское окно у него р значит оно будет вложено вот в эту штуку и текст у него будет равен и текст будет равен чему ну допустим кстати давайте посмотрим какие у фрейма есть параметры мне интересно можно ли сделать его скажем видимым рельеф рельеф вот груз и жмя обратите внимание что при создании ничего не произошло мы должны его разместить а почему лейбл не лейбл пока ничего нет но давайте поместим туда кнопочку b равняется такая интербута вот там оно будет помещено внутрь рамочки f уже ну и там текст а вот и рамочка о смотрите поскольку у нас рамочка было в ней не было ничего она была нулевого размера как только мы поместили в нее в нее батон рамочка появилась вот примерно так это устроено в действительности мы обычно делаем виджет фрейм который без вот этого и без вот этого и поэтому его просто не видно ну вот почему надо вписывать сначала внешне окно тк потом фрейм а потом уже внутрь него вкладывать в наши виджеты потому что внешне окно тк вот это не обладает всеми нужными свойствами и поэтому best practice сначала вставить в него рамочку в эту рамочку вкладывать как видите если мы добавим туда еще одну кнопочку она там окажется если мы при этом захотим ее передобавить в место допустим мы все с вами видели вопрос вот чем как сделать так чтобы у нас допустим вот эта рамочка фрейм была не минимального размера а под напихенные под нее виджеты а размера под то окно которое мы ресайзе пока что она вот такая об этом есть даже в учебнике майкин рут видел виду сайт был текст вот но если мне не изменяет память надо просто воспользоваться специальным методом который называется raw конфигуре и колон конфигуре вот который делает вот что по умолчанию у каждого виджета есть так называемый weight weight это weight это вес но на самом деле это такая эластичность по умолчанию от эластичность равна нулю виджет не растягиваемый наша окошечко фрейм не растягивая ему внутри 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 большого окна тк точнее сказать не само окно не растягиваем а вот у этого самого геометрии менеджеры менеджеры grid не растягиваемыми являются строки и колонки вот та строка и колонка единственная в которую входит виджет фрейм она не растягиваемая соответственно если мы скажем если мы скажем нулевую колонку сделаем растягиваемый с эластичностью 1 обратите внимание на то что произошло значит теперь вся колонка будет шириной во весь экран и вот давайте еще raw конфигуре скажем ром вот и получится так что у нас есть одна большая ячейка внутри которой находится фрейм внутри которой находятся две кнопочки тем не менее мы своего еще не добились потому что сама сам виджет фрейм все еще не как это сказать все еще не растягивается во всю ширину почему потому что решетка которую мы создали вот эта колонка и эта строчка действительно растягиваются во всю ширину теперь она максимального размера но сам фрейм не занимает всю ячейку в которой он вписан для того чтобы фрейм занимался учить которым вписан мы должны когда указываем грит f.grid рассказать к каким частям ячейки наш фрейм должен прилипать давайте напишем стики стики равняется такая интер . а ну можно можно написать вот так вот news это никакие не новости на самом деле это соус ист вест и норд вот дамс чуть и не нравится это не грит стики через цепи цикапишь о обратите внимание наше окошко фрейм стало теперь размером во всю во всю да абсолютно такая же картина с тем гридом который у нас а внутри фрейма давайте ради интереса добавим туда еще допустим ну вы был вписан он будет во фрейм текст текст у него будет текст у него будет лейбл вот и и или точка грид уравне с 1 бэмс вот он давайте побалуемся с он размещением и эластичностью ячейк внутри фрейма в точка колум конфигур но скажем нулевой скажем вект равняется 1 шмяк что произошло у нас теперь обратите внимание вся колонка номер ноль резиновая а колонка номер один жесткая давайте б точка грид андрей это не просто похоже на то что делают интерпретаторы скрипты интерпретаторы wish это и есть интерпретатор wish потому что wish это и есть тесель т.к. питон это всего лишь оболочка вокруг тесель т.к. так точнее не питон а т.к. интер это именно он и есть все так вы совершенно правильно заметили значит давайте побалуемся здесь значит грид о ну колон равняется ноль это кнопочка button просто row равняется ноль стеки равняется ну допустим это у нас что запад запад это у нас west чё стеки через о обратите внимание на то что кнопочка переехала она теперь прилипает к левой части если ей сказать west и east она расширится до 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 полной ширины то есть внутри нашей внутри нашей колонки которая резиновая кнопочка button по ширине тоже резиновый по высоте пока еще нет давайте сделаем вторую колонку тоже резиновый как видите теперь у нас все колонки одинаковой ширины давайте кнопочку button 2 тоже b2 бэмс ага она не в первой колонке вот о хорошо видно как устроена как устроена по ширине значит колонка относительно того что вейд это эластичность давайте сделаем вейд 2 теперь у нас правая колонка будет в два раз больше чем левая всегда ну по возможности там минус плюс минус это самое плюс минус размер написать абсолютно такая же штука с row конфигуре если вы хотите чтобы нечто занимало всю ячейку вы делаете строчку с этой ячейкой резиновой столбец этой ячейкой резиновым и стики пишите туда во всех направлениях чтобы прилипал во все стороны так как мы это сделали вот с кнопочкой f ну давайте еще ради интереса сделаем вот здесь вот еще один фрейм да фуфи равняется тк интер и на этом закончим . лейбилит фрейм неинтересно батт тогда бб он будет в ф надпись будет биг текст вот за сандалем его бб.грид вам row равняется 2 в третью строку а колумн спан скажем 2 у умны вот и давайте мы сделаем а и стики news вот обратите внимание на то что по высоте то есть у нас поскольку обе колонки резиновые то что биг прилип к правому левому краю а вот поскольку ячейка у нас не резиновая строка он все еще малой толщины давайте сделаем наконец f row конфигура row конфигура вторая строчка в которой мы записывали и сделаем ее тоже резиновый рейхт равняется 1 лик а вот эта кнопочка но ведь какая вот это все что мы успели поговорить про тк интер на сегодня но мне кажется одной темы достаточно единственное что я видимо в домашнем задании как и угрожал все-таки ну теперь я готов дать замашенное задание по тк интера вот все-таки попрошу вас изучить самостоятельно какую-то тему и эту изученную тему применить то есть у нас курс так устроен что часть часть того что мы делаем мы изучаем изучаем самостоятельно все значит судя по всему вопросов нету вот подождем чуть-чуть если они не появятся то на этом на сегодня все значит ждите я в чатике в брошу когда будет домашнее задание пгеем изучаете пока что самостоятельно не готов я обещать что я про него расскажу в этом семестре но я буду делать вот тот репозиторий с примером использование объектного правильного использования пгеем потихонечку буду его дополнять все видимо видимо на этом все всем спасибо до свидания и до новых встреч до новых встреч